И нам принесли кофе. А еще принесли... Нам принесли воду. Вот моя рука. Это кофе. Вот так, товарищи, выглядят турецкие кофе. Но это, скорее всего, эспрессо, да? Наверное, кукол еще принесут. Кукол, да? Чтобы поить их. Давайте, друзья, с вами покофейничаем с прибытием в Германию. Это мой первый кофе где-то в кафешке. Я аристократичный пьешь. Не, да, как надо. Подсказывай так. Вот так надо. Извините. О, ты не можешь. Это я. Зря я так с кофе, конечно, очень вкусный. А еще нам принесли грибочки под сыром, запеченные в духовке. В такой особой шале какой-то. Сейчас будем пробовать. Так аппетита, в общем, нет, но перекусить надо, потому что нас ждет увлекательное длинное путешествие. Сыр как тянется. Обалдеть. Девчонки, скажите, вы тоже так делаете? Я вот себе ничего не стала заказывать. У меня аппетита не было прям. Теперь сижу, ворую кусочки у друга. Ну, он не против, да? Тебе все равно много. Смотри, она какая большая, какой ты маленький. Куда тебе столько есть? Не вместится. Мы еще грибочков поели. И сейчас вот пиды. Такая вкусная. С творогом. Сыр, колбаса. Такая прям слоеное тесто. Обалденно. Тут, наверное, правда без тарелки. Вот нож вилка у меня есть. Знаешь, не хотела кушать. Девчонки, признавайтесь, вы тоже так делаете? Ой-ой-ой, это кто у нас тут заулыбался? Ехал злой вот прям. Блин, не буду говорить, как чечен. А ехал вообще злой сюда. А сейчас вот покушал и стал добрый Витя, да? Вот так вот. Голодный Витя, злой Витя. Сытый Витя. Ты колу, да, уже пьешь? Ой-ой, ребят, я выключаюсь, а то мне кола не достанется. В общем, дошли мы до резиденции в Людвигсбурге. Людвигсбурге, честно, не знаю, как она называется. Вот, народу тьма тьмущая. Здесь даже спадьба. Очень красиво в этом месте замуж, наверное, выходить. Обалденно смотрится, парочка. И мы идем. А мы идем тыквы смотреть. Самую-самую тяжелую в мире. В мире, заметьте, ребята, тыкву. Не знаю, как они это вычислили, что она прям в мире самая тяжелая. Идем. Очень здесь красиво. Даже несмотря на классическую немецкую погоду, которая вот такая. Вот огромная территория, огромная площадь. Так здесь просторно. Там еще похороны. Похороны? Ну да. Я говорю, свадьба там. Те самые похороны, только с тортом. Кого хороним? Витька. Витя у нас сказал, никогда в жизни не женится, да? Нет? Детей не надо, жену не надо, да? Точно? Ну ладно. Хорошее дело браком не назовут. Хорошее дело браком не назовут. Ну вот у каждого свое жизненное кредо. Видите, такое? В общем, прикольненько здесь. Но мы были уже не раз, поэтому у меня такого вау нет, знаете, потому что для меня это прям вот нормалитет. Были, были, видели. Но тем не менее, все равно красиво и глаз радует. Да? Вам как смотрится? Пишите в комментариях. Любите вы такие места? Ну кто живет в Германии, конечно, да, это не обсуждается. А кто меня смотрит с Казахстана, с России, пишите. Кстати, да, кто с Питера смотрит? Есть у вас похожие места? Я думаю, что да. Так, кому интересно, расскажу вам коротенько о том, как обстоят дела у нас с короной. И что нужно, чтобы зайти вот в такое заведение. Ну, правда, это под открытым небом. А так везде действует правило dry-G. То есть geimpft, genessen oder getested. Есть либо прививка, либо ты выздоровел, либо ты сделал тест. Вот пока здесь очередь стоит. Я вам расскажу. У нас ни первого, ни второго, ни третьего. К сожалению или к радости, нет. Мы не болели, мы не прививались. И тест мы не делали. Я даже не знаю, на сайте стояло, что можно так зайти, потому что мероприятие проходит под открытым небом. Вот, и здесь маску нужно одевать. Пошла я за маской. Так, в общем, зашли мы в парк. Билет стоит на взрослого человека 10 евро. Недорого, недешево так себе. Вот, и запустили нас без теста. Здесь, кстати, все ходят без масок. Я тоже. Не люблю я это дело. Все, так что запустили, без теста. Идем гулять. Посмотрите, сколько народу. Обалдеть. Это мы пришли уже прям к вечеру. Дети с родителями, парочки, бабушки, дедушки. Короче, кого только здесь нет. А на заднем фоне там свадьба. Отмечается, и все сигналят. В общем, интересно очень даже. И даже пальма есть. Гляньте, как будто куда-то в отпуск попало. Очень тут красиво, на самом деле. Единственная вот погода классическая. Вот эта серость. Ну, будем надеяться, настроению это никак не помешает. Ребят, смотрите, сколько прикольных идей для Хэллоуина. То есть, это не просто вырезанная тыква с глазами. А посмотрите, целое произведение искусства. Я считаю, что, блин, ну не каждый так может сделать. Это ж надо еще придумать идеи, да? Как это реализовать. И я считаю прям супер-супер. Мастер своего дела человек. Ну, кстати, здесь еще и кое. Я только думала, что мы женой. Посмотрите, какая прелесть получилась. Вау. Алло. А, ну я так думаю... О, здесь целая выставка, смотрите. То есть, не дошли ему чуть-чуть. Вот это меня заинтересовало. И опять мне пошло вау-вау. Особенно мне нравится, как сделаны руки. Там внутри такая специальная металлическая конструкция. Руки-ноги. Только что мы наблюдали, как это делается. А здесь рыба. Как она называется? Пиранья, да? Вот. И миньончики прикольные. Ай, какая сладкая парочка. Обалдеть. Слушай, давай тоже так сделаем на Хэллоуин. Да, я в камеру смотрела и не увидела, что это у нас, кстати, Титаник. Как разваленный. Ну и, конечно же, как без гастрономии, да? Вот, в общем, здесь продается флам-кухон. Я бы сказала, что это, как бы, немецкая пицца. Очень, кстати, вкусная вещь. Немцы ее обожают. И посмотрите, насколько это все очередь. Так, а здесь у нас циквенное море. И на море плавают рыбки из циквы. Вот такая задумка, посмотрите. Интересная. Боже мой, сколько, сколько здесь продукта. Но это, это искусство, да. Искусство требует, красота требует жертв, знаете. А здесь тоже удивительно. Посмотрите, насколько много сортов тыквы. Посмотрите, какая она вся бывает разная. Даже вот черная бывает, представляете? Вот черную точно тыкву я никогда еще не видела. То есть, от классической, да. Вот примерно такая тыква у нас росла на даче. Вот, а еще есть розовенькая, зелененькая, желтенькая, ментоловая, полосатая. Конечно, у них есть название, но они все написаны с обратной стороны. А там очень много людей, я не могу вам показать. Вот, вот это, наверное, мой фаворит. Арбузная тыква. Очень красивая, кстати. Вот, или здесь, посмотрите, какая интересная. Как будто сделана из земляного ореха, да, напоминает немножко. Вот. Также есть как патиссончики. Видите, маленькие. Желтенькая, беленькая. То есть, блин, такое разнообразие, да, цветов, форм и так далее. Вау-вау. Интересно посмотреть. Молодцы, что вот создали прям такую некую коллекцию, да, чтобы можно было увидеть, насколько разнообразен этот вид. Ну и так называются эти сорта селекционные. Не выговорить, не прочитать. Вот Эрос F1. Е-е-е, я что-то прочитала. А это вот Истанбул. Да, то есть, у каждой тыквы еще есть свое название. А это вообще, смотрите, как будто матовая, да, какая-то. Интересно. А вот у нас Амазонка. Так, сейчас хочу прочитать. Ой, вот это окрас какой, да, интересный. Это у нас Onetulmani. Американская, кстати, да. Вот я иду посмотреть название той, которая мне больше всех понравилась. Это, кстати, французская тыква. Не могу прочитать. Вот, читайте, как называется. Очень такая элегантная французская тыковка. Вот. А мой фаворит арбузный с этой стороны не такой красивый. Но, кстати, он так и называется, да? Нет. А, это из Марокко, смотри. Херсонская. А это вот из Украины тыковка, посмотрите. А, тут еще даже странно написано со всего мира. Значит, смотрите. Это у нас японская. Это у нас американская. Французская. Бразильянская. Опять-таки американская. Так, а есть русская. Это русская. Где у нас тут русская? Сейчас найдем. Судя по всему, русская тыква не принимала участия в конкурсе. Мы ее не нашли. Но здесь есть продолжение. Посмотрите. Здесь ни один вид ни разу не повторяется. Ни один. Ребят, с ума сойти. Вы когда-нибудь предполагали, что в мире существует столько тыквы? Да, да, и здесь. Вот эти вот маленькие декоративные. Вообще обалденные. И вот, посмотрите. Какая она такая. Как лягушонка, да, какая-то? Тыква-жаба. Ой, глаза разбегаются. Интересно, интересно, ребят. Надеюсь, вам тоже нравится то, что я вам показываю. Вот тоже, да, как будто с маком. Тыква с маком. Вот, а здесь вообще какая-то красавица напоминает какое-то морское чудовище. Вот это я бы сказала, что цукини, но это тоже кирбис. Тоже тыковка. Вот, посмотрите, бородавчатая какая. Ну что, русское мы так и не нашли, да? Так что, ну и что они тут нам вельтрекорд, мировой рекорд делают без русской тыквы? Как так-то? Неправильный какой-то будет рекорд. Вот так. Здесь у нас продается кирбис помес, то есть картошка, то есть, да, как это объяснится, запеченная тыква, что ли? Да. И посмотрите, сколько желающих. Там где-то далеко за углом заканчивается эта очередь. Да, прикинь? Здесь целая рыба из маленьких-маленьких тыковок. Интересно. Даже губы, а нет, губы деревянные. А все остальное из маленьких тыковок. Прикольненько. Все фотографируются, посмотрите. Какая атмосфера здесь праздничная, любопытная. Вот здесь какой-то только космический корабль. Я так и не могу понять, что это такое. Много таких композиций. Вот следующая композиция. Такой огромный осьминог. Лежит на белых тыквах. Не знаю, видно вам, нет? Вон два глаза. Ну, страшненько так получилось. Прямо угрожающе. Не дай бог это начнет шевелиться. У меня быстро здесь не будет. Все хотят сфоткаться на фоне этой красоты. Ну что, вот, ребята, новый мировой рекорд. Тыква, которая весит 1226 килограмм и 200 грамм. Посмотрите, какая она огромная. Но если честно, я думала, что она будет еще больше. А так на этой тыкве даже на бал не уедешь. Да? Народу, посмотрите, сколько. Все ее стоят фотографировать. Да, видимо, со всего мира тоже приехали. Как бы сзада ее там, ну вот такое попа у нее. У тыквы. А это вот перед, я не знаю, ну большая, большая такая. Она как будто растеклась немножко. Держалась она вот на таких плетях, да, как она называется по-русски, я даже не знаю. Вот, по-немецки тоже, кстати, не знаю. Так что вот, ребята, самая большая тыква в мире. Ну, округлим 1200 килограмм тыковка так. Представляете, сколько всего можно наготовить на целую деревню на зиму запасов. Вот, ну и народу, соответственно. Так, а здесь у нас маленькая тыковка, и она весит 794 килограмма. Всего 794. Просто по килограмму, мне кажется, она должна быть намного объемнее. Хотя не знаю. А еще хотела сказать и потеряла. В общем, у нас опять туристы с Японии, с Китая появились. Только что где-то они в кадр мне попадали. Да, мне даже, я даже не знаю, что мне больше интереснее, что у нас опять туристы появились. Или большая тыква. Вам, ребята, как вам тыковка? Пишите в комментариях. Вы вообще любите тыквы? Что вы готовите из тыквы? И что бы вы сделали, если бы у вас была такая огромная тыква? Вот, а это та тыковка первая, что поменьше. И с этим бы я тоже что-нибудь придумал. Я это вырежу. Ну вот, ребят, такие вот у нас тыковки в этом году понаросли. Дожди были сильные, поэтому и тыквы такие огромные. Вот еще тыковка. Но она такая уже, знаете, прям мелочь. 242 килограмма, 338. Такая маленькая тыковка. Как, знаете, картошку копают, крупняк, а мелкую отбирают. Так и здесь. Ну, видела я, кстати, какая картошка мелкая в Казахстане отбирается. У нас такая в супермаркетах продается для еды. èse одна. Продолжение следует... Продолжение следует... Редактор субтитров М.Лосева Корректор А.Семкин Корректор А.Кулечко Субтитров М.Лосева Корректор А.Кулетова